МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подробнее о проблеме нетрезвых водителей будем говорить сейчас с гостями в нашей студии. У нас в гостях начальник отделения пропаганды ГИБДД по городу Перми Дамир Гелезидинов. Доброе утро, Дамир. И главный нарколог Пермского края Лариса Юркова. Доброе утро. Спасибо, что вы к нам пришли. Дамир Рейсович, мы некоторое время назад озвучивали в эфире цифры, следующую статистику. 189 пьяных было задержано в прошлые выходные в Перми. Правда ли это? И вообще, может быть, у вас какие-то еще есть цифры? Да, действительно, задержано было 108 лиц в состоянии пьянения, но не по Перми, а по краю. А, по краю. Да. И, значит, если обратиться к статистике, то с начала года у нас уже произошло 54 ДТП, где водители управляли с признаками пьянения. Из них у нас погибло 5 человек и пострадало. 75 так же людей. А сколько всего пьяных водителей с начала года вы поймали за рулем? Значит, с начала года мы выявили 2815 водителей с признаками пьянения. Количество нетрезвых за рулем увеличивается из года в год? Или это примерно одни и те же цифры? Нет, у нас, значит, наблюдается небольшое снижение, как по выявляемости и так же по ДТП. Оно на сегодняшний день остается значительным в данный момент. А кто эти люди, скажите, которые садятся пьяными за руль? Это какие-то маргинальные люди, алкоголики, или это самые обычные люди, которые могут быть нашими друзьями, коллегами? Ну, значит, когда мы с ними работаем, то смотрим, они, это люди, в принципе, разные. То есть это могут быть и высокопоставленные, и обычные граждане, и рабочие. То есть вот такие они все. Лариса Владимировна, к вам вопрос. Некоторые считают, что если я выпил, не знаю, полбутылки пива, рюмку, водки, то можно сесть за руль, я еще не пьян. Так ли это? Или все-таки даже небольшое количество алкоголя влияет на поведение, на реакцию человека? Конечно, даже небольшая доза алкоголя влияет на поведение и на возможность контролировать свое поведение и вообще на реакцию за рулем. Дело в том, что снижается скорость реакции, то есть принятие решения. Может быть, вот этих нескольких секунд не хватит, чтобы остановиться. Нарушается восприятие дистанции, нарушается восприятие света. Цвета даже, то есть красный цвет, например, может не разглядеть водитель. И развивается так называемое тоннельное зрение, когда человек не видит боковым зрением. Он видит только то, что впереди. Поэтому он может не заметить, например, какого-то пешехода, который переходит. Он может не оценить достаточное расстояние между автомобилями. Поэтому даже небольшое количество алкоголя может сказаться на том, что человек попадет в аварию и могут погибнуть те, кто находится с ним в автомобиле, либо те, кто находится на дороге. А если все-таки случилось так, что человек выпил, и ему надо садиться за руль, есть какие-то способы привести себя в норму? Нет, способов нет. Единственное, это время. То есть это время, это минимум 10 часов, в зависимости от того, какая была доза. Иногда необходима даже целые сутки. У нас есть трезвые водители, у нас есть такси, у нас есть все, что угодно. Можно заранее договариваться с друзьями, потому что иногда компании собираются, и они заранее договариваются, кто будет трезвым водителем, и кто будет развозить всех, если нет возможности вызвать такси, например. То есть здесь, конечно, надо оценивать риски свои и риски своих близких. Потому что иногда очень странно то, что жена и с маленьким ребенком может себе позволить сесть в автомобиль, когда муж принял какой-то алкоголь. Когда муж выпил. Да, то есть это безответственность не только мужа, но и жены, то есть безответственность взрослых. Как бороться с этой проблемой, Дамир Рейсич? Может быть, есть какие-то идеи ужесточения законодательства, наказание более жестокое, жесткое? Ну, в принципе, на сегодняшний день мы уже проводим различные массовые проверки. То есть у нас сейчас есть такой небольшой опыт, который мы переняли из Финляндии. То есть это называется сплошная проверка. В чем она заключается? То есть мы на проезжей части выставляем группу нарядов ДПС. Там, например, в количестве 20 человек они у нас выставляются в ряд. Где-то, примерно, на расстоянии 3-4 метров. И мы, получается, сужаем проезжую часть, чтобы водители автомобиля двигались в одной колонии. То есть впереди стоящий сотрудник ДПС, он останавливает данную колону автомобилей. Соответственно, порядка 20-30 автомобилей также останавливаются в один ряд. И сотрудники ДПС подходят к машине, к водителю, получается, и начинают его визуально проверять. То есть если выявляют какие-то признаки обвинения, то, соответственно, данного водителя они отстраняют от управления. Как часто проводятся такие проверки и насколько они эффективны? Они, в принципе, эффективны, но мы проводим их периодически. Ну, может быть, еще какие-то меры, которые вы планируете применить в ближайшее время? Мы также, в принципе, применяем такую методику, как паутина. Тоже так же мы тоже, здесь мы уже работаем нарядами ДПС, экипажами. То есть данные наряды выставляются на ближайших перегрёстках. То есть, соответственно, если водитель видит, например, впереди экипаж автомобиля ДПС, он сворачивает, например, направо-налево на другом перегрёстке. И, соответственно, там тоже попадает в поле зрения другого экипажа. И потом его никуда не деться. То есть его останавливают и также проверяют. То есть наказание неизбежно. Неизбежать, да, конечно. Ну что ж, спасибо вам большое, что вы пришли. У нас впереди еще много интересного. Оставайтесь с нами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!